Доброго дня, сержант Ступок, превышение. Как превышение? Вот там вот знак 40 стоит, а вот тут бачите 65. А коли эти цифры не сбегаются вот этими цифрами, получается нарушение. Ну ничего, сейчас оставим протокольчик и поедете вы дальше. Протокольчик? Протокольчик. Ой, а что-то у вас тут выпало? У меня? Смотрите, лежит на земле такое. Дякую. Да. Ну все, я поехал. Подождите, сейчас протокольчик оформим и поедете. Призвище, имя, по-батькам. Как протокольчик? А-а-а, я понимаю. Ой, смотрите, а вот у вас опять что-то выпало. У меня? Все. Вот. Видали? Ух ты, дивы. Да. 200. Да. Дякую, дякую. Все, счастливо. Подождите, протокольчик же не составили. Значит, призвище, имя, по-батькам и где проживаете. Ох вы какой. Понимаю. Ой, смотрите, у вас опять что-то выпало. Вот, ничего себе. Ого, ты дивы. Взагали, сегодня 5 соток не было. Видите? Ну, выпало как выпало. Ну все, счастливо. Подождите, сейчас протокольчик составим и будет вам счастливо. Так, проживаете где? Так какой протокол? Вы чего? У меня уже денег нет. Так наши, они нужны. Вот протокольчик сейчас составим, я его вам дам и вы с ним в банк придете и оплатите. Ах вы какое, а? Ладно, хорошо. Ой, а что это у вас выпало? Ничего себе. Часы. Наверно серебряные. Ух ты дивы. Не поганые такие. Ну у меня таких не было. Может у моего напарника? Иваныч! Иваныч! Что? А ну подивайся на твои. О, мое. А я думал дома забыл. Ну все, счастливо ребята. Подождите вы счастливо. Призвище имя по батькам вы проживаете где? Так подождите, ну это уже наглость вообще. Я вам все свои деньги отдал. Часы отдал вам свои. Что значит отдал? Подождите, вы подняли то что у меня выпало. Это про гроши. А часы то Иваныча часы. Подтверждаю. О. Что вы. Начинай. Я вам специально это все делал. Как бы хотел взятку дать. Ну чтоб вроде как бы незаметно было. Понимаете? Аааа. Да. Понятно. Это вы вот еще вот так вот подмигивали то вот поэтому? Ну да. А я думал у вас что-то нервное. Ну все. Понятно да. О, дивиться у вас теж что-то выпало. Протокол. Сами заповните. Понятно. Счастливой дороги. Сколько времени хоть? Пора ехать. Вот так я завжди сказал, что главное в нашей профессии вовремя прикинуться дураком. В смысле? Ну что в смысле? Ты что думаешь я не понял, что он мне взятку суе? Что то гроши упали не в меня, а в него? Та и годинник. Это же не твой, правильно? Как то? Это мои выпали? А на левой руке у тебя что? Не понял, как это у меня что не одни часы выпали? Чи что? Да. А некоторым даже и прикидываться не нужно. Я не понял. Не, вот я с ней стукнул. Это у тебя что ли выпало? Чи что? Ой, ой. Сашка. А? А намажешь меня кремом? Вика, я не хочу. У меня руки жирные будут. Бутылка пива выскользнет. Ответь я тебе что-то мешает. То ты маму мою встретить не можешь, потому что тебе бутылка мешает. Ну? То ты не можешь мусор вынести, потому что бутылка мешает. То ты сексом не можешь, потому что бутылка мешает. Ну да, с бутылкой реально неудобно сексом заниматься, блин. Саша. Что? Тебе все всегда неудобно. Он посоли на людей, ему ничего не мешает. О, видишь? Бери пример. У них уже час палатка шатается. Правильно. У нас просто палатки нету. Да причем здесь палатка? Палатка это как символ. Это образно говоря. У нас с тобой секса не было давным-давно. Горячего, жгучего, чтобы... Что ты мне начинаешь рассказывать? У нас с тобой секс каждый день. Ну, вернее, у тебя с моими мозгами, блин. А знаешь почему? Почему? Да потому что ты мне не уделяешь внимание, потому что у тебя только одно пиво на уме. Неправда. Еще рыбка. Вот именно. Ладно, пойду за пивом схожу. Холодным. А я? А как же я? Как же секс? Хорошо. Возьму тебе коктейль. Секс на пляже. Все. Может я просто устаю на работе очень сильно. Понимаешь? Не хватает у меня сил. А ты у меня такая прям... Эй. Слаба. Ну да, вот это конечно было речь-то. Вот это да. Круто. Особенно когда я вставлял эту штуку в эту... Как ее? Забыл уже. Забыл он. Как называется. А мой забыл, как это делается. Ну что, может пойдем тогда и... Ах ты ж ненасытная. Вы пока устанавливали палатку, я так натрахался, что я бы передохнул немного. Может сгоняешь за пивком? И секс на пляже себе возьми. Я пока полежу. Полежу. Ах. Так вы шо, не чпукались? Ах. 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 Уграв Ах. В салоне полный бардак, там всякие стразики, херазики. Что вы сказали? Стразики-херазики. Ах. Стразики! Блин, тогда и точно покупают. Ах. Ах. Вы че издеваетесь что ли, это это гнилое убитое ведро с болтами. Ах. Ну там же есть стразики? Ах. У меня еще на коробке передача стразики есть. Хотите покажу? Конечно! Класс! Алло, Леонидович, слушай, я придумал, как нам продать весь наш автохлам. Надо ведро стразиков купить. Да нет, я не бухой. Реальная схема. А вот так? Вот сидит он целыми днями в шахматы своей играет, только и знает, что в шахматы играет. Кто по дому что сделает, вон полку сколько прошу прибить. Да прибью я твою полку, еще вся жизнь впереди. Ты мне 40 лет это обещаешь. Так вот конем хожу. О, старый конь сидит в шахматы играет, а с потолка капает, кто чинить будет? Ты мне и ругательство не подсказывал, да? А вот так вот. С потолка хожу капает, кто потолок будет? Да хватит мне на мозги капать, дай поиграть спокойно. О, спокойно ему, только и знаешь, сядет он и играет спокойно. А вот так вот, о, мат. Кто будет, кто будет квартиру, кто паркет будет перестилать? Ай, да вот он и будет. Как ты вон, чё это вон? Да потому что теперь ты его квартира и его проблемы. Я ее только что проиграл. Между прочим, из-за тебя. Ты чё, старый дур-дурый в нашу квартиру проиграл? Да я тебе, я дур-дур-дун-дук ты, как ты вон. А слушайте, а может ты ее еще сыграй? А давай. А на что? На бабку. Что? Глухая правда, но в магазин ходит. Михаиловна, я если честно давно на тебя заглядывался. Да. Вы чё, совсем что ли в сумас ехали? Не волнуйся так. Я тебе не проиграю, зуб даю. А у тебя один свой зуб остался. Поэтому я не на зуб играю, а на тебя. Раскладывай давай. Давай. Так. Эх. Все. Совет вам да любовь. Мат. Ёп. Сука. Хуй. Хуй. И. И. Б. Михаиловна, не мучай себя. Пошли домой, так сказать, оторвемся, вспомним молодость. Да? Вспомним. Ну, сначала ты кран починишь, потолок побелишь, паркет волонами пошел, его починишь, двери все у нас поломаны, переломаны, стулья, вся мебель. Вот это делаешь и, может, вспомним потом. А, может, все назад отыграем. А, не, не, Петрович. Шахматный дом – это дело чести. Пошли, пошли. Я этого придурка уже не заставлю, а с тобой я справлюсь. Пошли, у меня еще дача есть. Вовно. Может, я так-вотах не профессионал, но в поддавке и мастер. Ха! А недалековато ли вы себе дачу взяли? Не понял. Ну, говорю, не задал бы вас постоянно в Египет мотаться, картошку копать. А, вы неправильно поняли. Я не картофель-копатель. Мы в Египте раскопки ведем. Я археолог. Ай, архео, а? Археолог. Я понял. Да. Да. Ну и что вы там копаете? Ну вот, дайте, едем с раскопок древней египетской мумии Ту-Тунхамона. А-а-а. Слушай, если ты так копать любишь, можешь смотаться к моей тёще на дачу? Там надо будет картошку посадить. А-а-а, вы что? Вы где изучение мумии, а где ваша картошка? Слушай, ты тут не прав. Ты мою тёщу не видел. Эта мумия ещё та. Бери. Уберите эти деньги. Я их не возьму. Ну, как хочешь. Я думал, чтоб ты заработал немножко. Ну, одежду себе нормальную купил. Во-первых, это натуральный лёнг, к вашему сведению. Во-вторых, я уже заработал себе столько, что и внукам, и правнукам, и праправнукам хватит на безбедную жизнь. Интересно. Это так, в Египте картошка дорого стоит? Нет. Я в Египте обнаружил древнейший манускрипт, датированный 3538 годом до нашей эры. Если экспертиза подтвердит подлинность, то это будет самый старый документ, когда-либо найденный на планете. И сколько же эта бумажка стоит? Ну, по предварительной оценке, примерно миллионов двадцать. Двадцать миллионов? Ну, это... Долларов. Долларов? Да. И самое интересное и приятное, что именно украинский археолог нашёл такую реликвию. А ещё приятнее, что именно этот украинский археолог едет именно через нашу таможню. Тоже радуетесь за страну? Да вы себе не представляете, какая будет пошлина с двадцати миллионов долларов-то. Скажите, а можно на эту бумажку глянуть? Но только в моих руках. Да не вопрос. Можно пинцет? Пожалуйста. Это... Это очень... Очень древний мнускрипт. Ага. Ничего себе. Каляки-маляки. А, караул, помогите! Срочно бумагу дайте, бумагу дайте! Аккуратнее. Что? Мягенько. Спасибо, напарничек, спасибо! Вы что сделали? Вы что сделали? Так он украл реликвию, мировую реликвию, мировую! Да не волнуйтесь, куда она с таможней денется? Фух! Фух! Вот это меня разорвало. Я вижу, какая им везут. Я туда палец в десна втираю, это селитра. Меня как скрутило. Спасибо вам за бумажечку. Очень, очень кстати была. Господи, какой же ты идиот. Кошмар. У тебя был только что акт самого дорогого подтирания задницы в мире. Чего это? Ты потер задницу двадцатью миллионов долларов. Я? Как? Ну хоть что-нибудь прилипло там к тебе? Каких-нибудь пару, сотню тысяч. Блин, нахватай лопату, иди выковыривай ее. Что, бумага это что-нибудь? Конечно. Что же бумага-то? Ну только очень аккуратно, очень. Я аккуратно, я так не рвал, потер, все, и одним куском. Сейчас найду, сейчас найду. Да не переживайте так. Все почистим, все будет хорошо. Мы же кушаем тут, только полезное. Понимаете? Сильно не вымажется. На троих. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Мелкая проблема. Ну она как бы, как бы, маленькая, маленькая, но не маленькая проблема. Ну такая, ну, большая вроде. Ну, такая, такая. А хотелось бы, чтобы вот такая была хотя бы. Понимаете? Проблема у меня. Ну, я не могу, ну, как бы, не могу. А хотелось бы мочь. Ну, непонятно. Запор? Не совсем. Ну, запор, ну, в отношениях запор. Как бы, ну, с женой, ну, как бы, у меня есть я и жена. Понимаете? Я и жена. Ага. Муж и жена. Вот что они делают? Ну, что делают? Вы у меня спрашиваете? Телевизор смотрят там, да? Да. Кушают. Кушают. Ложатся. Ложатся. Ииии. И вот и у нас нет. И. И. У нас нет и. А, я, кажется, начал догадываться. Ракета не летит в небо. Не летит. Какая там ракета? Гепард не может выйти на охоту. Какой гепард? Ну, таракашка такой. Ну, вообще, дохлый. Дохлый таракан, понимаете? Сделаем вашего таракана тараканищем. Вот за что такое. Это экспериментальный голландский препарат. Берите. Гепард снова выйдет на охоту. Ну, это правда стоит. Вот одна таблеточка. Две. Я восемь. Сразу. Можно? Гепард давно не охотился? Ой, давно-давно-давно-давно-давно. Что вы сделали, доктор? Что вы сделали со мной? Что вы сделали? Что случилось? Я не успел к жене прийти. Я вот это, оно, по-десь, возле подъезда соседка такая выходит и говорит, здравствуй. 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 Остановите меня, пожалуйста. Остановите, делайте что-нибудь. Что-нибудь сделайте, доктор. Что-нибудь сделайте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Всем могу помочь. Ой. Ну что? Ой, знаете, помогло. Отлично. Вы тогда, наверное, идите прямо сейчас домой, чтобы у вас окончательно желание не отбило. Ой, ужас какой. Ой. Да. Всего хорошего. Ой, великолепно. Приходите и все. Ой, ой, ой. Буду дать. Спасибо. Ой. Туда смотрите. Да, красота, страстная сила. Здравствуйте, здравствуйте. Можете не вставать. Я и не собирался. Что у вас лицо знакомое какое-то? Вы нас ни по каким криминальным делам не проходили? Типун, я на язык. Лицо у меня знакомое, потому что я во всем городе на плакатах висю. Висел. Вот так. Никого не напоминает? А, понятно. Вот, да. Шел на депутатский срок. Второй, между прочим. Шли на депутатский, а далее реальный, да? А я смотрю, ты тут не зря штаны протираешь. Да. На взятки с*** взяли. Причем взяли прямо на избирательном участке. Суд два года дал. Да, суд бы дал больше. Но я им тоже взятку дал. От меня что хотите? Мне тут надо небольшую фотосессию устроить, что я типа в тюрьме все эти два года сидел. Так что я вас тут немного пофоткаю. Ты же не против? Моя фотостудия к вашим услугам. Отлично, иди сюда. Так что? Фрошку одень, поприличней, чтобы было. Ну типа ты меня, ну задерживаешь же, да? Ну что ты улыбишься? А что? Ну ты с преступником фотографируешься. А, угу. Ну вот так вот. А я такой. Ага, давай типа ты меня заводишь в эту тюрьму. Да, вот так вот все. Да не пристраивайся сзади. Вот просто вот так вот, да. А не лжи. О, вот так вот, хорошо. Все, давай типа ты закрываешь. Такой тоже грозный, с***, классный. Зверюга такой. Ага, о-о-о-о. Отлично. Ну все, я тут еще пару фоток сделаю, и потом отсюда сразу на Мальдивы. А, конечно. На пару лет. Конечно. Гады, сволочи, уроды, подонки. Бабуля, что случилось? Опять пришли жалобу на ЖЭК писать? А как ты догадался? Так сегодня же платежки за газ дают. О, точно. Да, я пришла и заявление на них писать. Они же, они же воры. Они же грабеж настоящий. Я одну гречку ем. Гады. А, за это, кстати, можете не благодарить. Жирный, ты за решеткой. Господи, неужели мои письма в НКВД дошли? Ой, 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 ой. Ха, люди. Слышал, начальник? А? Ну, нормально это вообще? Мы, значит, для них гречку тоннами от души отрываем, последнюю. А они на нас доносы пишут. Ай-яй-яй-яй. Твоя гречка у меня уже вот тут сидит. А теперь еще и ты сидишь. Слава Богу. Слава Богу посадили. Ой. Ошибаешься, бабуля, ошибаешься. Я отсюда, прям на самолет и на Мальдивы на два года. Ага, все понятно, все понятно. Ну, раз они тебя закрыть не могут, я могу. Опа. Э, бабуль, бабуль, ты что делаешь? Бабуля, ты что делаешь? Чего? Чете, надо это. Ключ верни. А ты попробуй, отбери. Э, бабушка, ты что делаешь? Слышишь, ну-ка, открой дверь. Не могу, это наш единственный ключ. Придется ждать, пока он из бабки сам выйдет. А ждать придется долго. У меня от твоей гречки запор уже в неделю. Вот. А жрать я ее буду до следующей пенсии. Так что месяцок ты здесь точно просидишь. Бабуля, вы бы смазывали маслом кашку-то. Так на масло денег нету. Давай, ну-ка, догони ее и вскрой ее. Ты не буду я бабку вскрывать. Вы что, вообще уже, что ли? Я заплачу, ты чего? В два раза больше заплачу. Не надо мне ваши деньги. Вы знаете, вам, кстати, полезно здесь посидеть. Подумать о себе, о людях. Есть плюс в этой вашей отсидке. Какой еще, махрен, плюс? Я за решеткой. Можете фотоотсет хоть каждый день делать.